Сергей Семенович Собянин И здесь нужно, конечно, похвалить и самого Сергея Семеновича, и его команду, потому что вот этим шагом они, если пользоваться известной поговоркой, убили даже не двух зайцев, а все равно, что жахнули из гранатомета по целой популяции. Потому что, конечно, для Собянина, если он пройдет через выборы, а есть все основания полагать, что он через них пройдет весьма успешно, это будет означать выход на совершенно новую политическую орбиту. Во-первых, Собянин избавляется от целого множества проблем, которые неизбежно светили бы ему, если бы он досидел до конца своего нынешнего срока. Ни для кого не секрет, что проблемы в Москве не только существуют, но и увеличиваются. И они будут увеличиваться вне зависимости от того, насколько хороший или плохой мэр будет стоять у руля этого города. Нужен, по всей видимости, Петр Первый, который решительно что-то изменит, чтобы Москва стала жить как-то иначе. А в нынешней ситуации, тем более, когда страна входит в условия экономического кризиса, это сейчас особо и не скрывается, понятно, что людей в Москве будет больше, машин меньше не будет, проблемы с коммунальными платежами, проблемы с самой системой ЖКХ, все это будет только-только нарастать. И, в общем-то, самый прекрасный руководитель через несколько лет окажется в весьма и весьма сложной политической ситуации. Сегодня, пока еще вот все эти проблемы не достигли своего критического уровня, Собянину будет гораздо легче выиграть эти выборы. Это во-первых. Во-вторых, Собянин входит в эти выборы при полной апатии и абсолютно неподготовленности оппозиции. Опять-таки, если бы он досидел до конца своего срока, то к этому моменту мы знаем, что оппозиция у нас активизируется в основном перед выборами, поэтому к этому моменту, в общем-то, оппозиционные силы, и не обязательно только не системная оппозиция, это могла быть вполне себе даже как бы оппозиция конструктивная, были бы в состоянии предложить какого-то достаточно серьезного и сильного кандидата. Сегодня такого кандидата нет, поэтому Собянин выходит на эти выборы, ну, по сути, состязуясь либо с фриками, либо с полуподставными какими-то кандидатами. В общем-то, Навальный, даже если бы он участвовал в выборах, все равно, конечно, не смог бы собрать достаточное количество голосов, чтобы ему противодействовать, но, по всей видимости, к тому моменту, когда выборы начнутся, над Навальным уже будет приговор, и, соответственно, по закону в этих выборах он участвовать не сможет. Поэтому здесь Собянин, естественно, выходит как такой серьезный фаворит, ну, иначе бы он, в общем-то, и не пошел на этот шаг, ясно, что ему предшествовала очень серьезная исследовательская и аналитическая работа, то есть в ближайший месяц должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы дискредитировало Собянина, но допустить такого, ну, как бы, это весьма и весьма маловероятно. Третий и тоже немаловажный момент, надо отдавать себе отчет, что раньше Собянин, при том, что он занимал очень значительные должности, выступал всегда как сотрудник, которому поручили какую-то должность занять. То есть он такой управленец, назначенец из команды Путина, разумеется, вот, но он всегда выполнял роль техническую. Здесь же, когда Собянин сегодня пройдет через вот этот предвыборный, как бы, обряд посвящения, он станет уже вполне себе самостоятельным политиком, входящим вот в топ-5 политиков России. И, опять-таки, за счет того, что его срок, вот, пройдет он выборы, увеличится, нахождение у власти, то, соответственно, он будет либо тем мэром, который гарантированно будет обеспечивать переизбрание Путина на следующий срок, если, как бы, Путин примет решение остаться, либо он станет той возможной кандидатурой, которая может претендовать на замещение Путина, если Путин решит уйти. То есть, здесь мы будем присутствовать при рождении вот нового самостоятельного политика федерального уровня. То есть, до этого момента похожим таким самостоятельным человеком у нас был Шойгу. То есть, если говорить о, так скажем, основных и базовых соратниках и сотрудниках Путина в публичном поле, то вот это, в первую очередь, Шойгу, конечно, а сейчас к нему добавится еще и Собянин. Ну и, наконец, последний аспект. Он гораздо менее важный, чем все предыдущие, но тоже играет свою символическую роль. Дело в том, что Собянин был назначен на должность мэра Москвы президентом Медведевым. И хотя его лояльность к Путину никогда не вызывала никаких сомнений, он и сам никогда не давал основания заподозрить его в каких-то шатаниях или в каких-то альтернативных позывах, все равно в сложившейся ситуации достаточно полезно будет ему пройти через тоже такой ритуал символического обновления. То есть, получив утверждение на должность исполняющего обязанности мэра от Путина и пройдя через выборный цикл при Путине и занимая вполне очевидную функциональную роль в его окружении и команде, в общем-то, Собянин тоже, несомненно, укрепит свои позиции. Пожелать ему здесь можно только одно – чуть-чуть больше самостоятельности. Когда Собянин приходил на замену Лужкову, то понятно, что обязан был привести вместе с собой абсолютно альтернативный стиль управления. Лужков был хозяин. Лужков был такой барин, значит, не просто московский житель, а вот московский городоначальник, которого здесь знала каждая собака, и, в общем-то, он вроде бы как знал каждую и любую собаку. И здесь на первых порах Собянин, разумеется, не мог себе позволить никакой параллели соотношения с Лужковым. То есть он был исполнительный, деловитый, сдержанный менеджер, который не раскрывает в Москве своих широких объятий, не падает, опять-таки, в них встречно, а просто адресно точно решает какие-то проблемы и сложности. Это хорошо, когда ты выступаешь в роли именно назначенца. Но когда ты начинаешь претендовать на должность человека, которого выбрали в первую очередь жители Москвы, то здесь, конечно, этот стиль неизбежно нужно менять. То есть Собянину пора обживаться. Мы знаем о Собянине как о менеджере, но мы совершенно не знаем о том, как трогают или не трогают струны его души то, что он работает в столице. Мы не знаем, есть ли у него любимые улицы, мы не знаем, есть ли у него, не знаю, там, любимые места, фильмы, песни, связанные с Москвой. Мы не знаем, знают ли Москву и о Москве его дети. Вот здесь, конечно, Собянину пора прописаться в Москве. Потому что даже если он выиграет выборы на традиционном, там, пропутинском электорате, там, электорате Единой России, ну, хотя Собяни не торопится сейчас напрямую дружиться с Единой Россией, скажем так, в рамках этих выборов, но очевидно, что его предвыборная стилистика будет в значительной степени построена на вот этих привычных и опробованных механизмах. Так вот, даже если он выиграет выборы за счет, ну, вот такого традиционного социального капитала, консервативно настроенных, там, пожилых людей, бюджетников и так далее, все равно для того, чтобы комфортно чувствовать себя вот в городской среде, для того, чтобы претендовать на звание уже вот действительно выбранного главы города, ему нужно с этим городом как-то теснее сродниться. И вот мне кажется, что это должна быть задача, ну, одна из номер один для Собянина, не только на предвыборный цикл, но и на весь первый период его уже после избрания. А, в общем-то, ну, я думаю, что рассчитывать на то, что он победит, повторюсь, есть и основания. Субтитры создавал DimaTorzok